Что сейчас происходит в регионе узнаем вместе в студии Артемий Заварзин. Добрый день. В начале АЧП в Вельском районе из-за сильных дождей там прервано дорожное сообщение с тремя населенными пунктами. Произошел размыв дороги Вельск-Шабаново-Комсомольский. Вне зоны доступа оказались в поселке Хозьмино. Там проживают более 350 жителей. Деревня Шабаново – это 150 человек. Прервано сообщение с поселком Комсомольский. Население 750 человек. Дорожники сейчас восстанавливают автополотно, а также разрушенный временный мост в поселок Шабаново. На территории, которая остается отрезанной от райцентра, введен режим повышенной готовности. В населенных пунктах есть необходимый запас продуктов питания, а также добровольные пожарные дружины. На личном контроле ситуацию держит глава региона Игорь Орлов. В Архангельске сотрудниками полиции задержаны злоумышленники, подозреваемые в вымогательстве. По оперативным данным, двое жителей Архангельска требовали у предпринимателей областного центра передать крупную сумму денег под надуманным предлогом, а также средства на организацию так называемого покровительства. Сотрудниками правоохранительных органов была разработана специальная операция по поимке преступников. В ходе обысков у них изъята компьютерная техника, телефоны и документы, которые уже заинтересовались следователей. В настоящее время в следственной части следственного управления УМД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом А, части 2, статьи 163 УК РФ. Помогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Граждан пострадавших от действий злоумышленников просят обращаться в полицию. Номера телефонов на экране, конфиденциальность гарантируется. К другим темам в Архангельской области зафиксировано 4 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Два случая в Вельском районе, а также в Онежском и Ленском. Все случаи заболевания подтверждены лабораторно. В первом случае заболевания было зарегистрировано в июне. А вообще активность клещей у нас начинается, как правило, в апреле и в мае месяце. Но в этом году в связи с холодными погодными условиями активность клещей была небольшая в июне месяце. И стала увеличиваться в июле. Люди, которые посещают леса, либо участки, где есть травянистая растительность, должны одеваться соответствующим образом. То есть плотную одежду, чтобы клещи не могли заползти на открытые участки тела. Кроме того, необходимо проводить самые взаимоосмотры. Добавлю, что в 2017 году зарегистрировано чуть больше 5000 обращений. По сравнению с прошлым годом, активность клещей в регионе снизилась практически на 15%. Архангельское отделение Общероссийского народного фронта продолжает реализацию проекта под названием «Народная оценка качества». Его цель – проверить работу организации социальной сферы. Накануне инспекторы посетили первую городскую поликлинику. Впечатлило многое, но не все. Екатерина Исакова подробнее. За прошедший год первая городская поликлиника сильно преобразилась. Электронная очередь, администраторы в униформе. Эти изменения стали частью программы «Новая регистратура». И это не единственный реализованный проект в медучреждении. Весной этого года мы реализовали проект отделения профилактики, когда все профилактические направления, диспансеризация в том числе, профилактические осмотры, мы сосредоточили в одном месте, на первом этаже, тем самым разделив потоки пациентов от условно больных и здоровых людей, что тоже на сегодняшний момент это очень важно. Важные изменения в поликлинике оценили посетители. Здесь во многом, конечно, улучшилось обслуживание, новая регистратура, очень внимательные, вежливые регистраторы, очень внимательные врачи. Внимательно оценили обстановку в поликлинике эксперты ОНФ. Увиденным остались довольны, хотя и без замечаний не обошлось. Работа здесь поставлена хорошо, она значительно улучшилась за последние годы. Но есть, конечно, некоторые проблемы. Одна из главных проблем, касающаяся всей нашей отрасли медицины, это дефицит кадров в первичном звене здравоохранения. И конкретно для первой поликлиники это отсутствие парковки. По итогам проверки члены ОНФ составят рекомендации для Министерства здравоохранения, чтобы проблемы решились на самом высоком уровне. Проект «Народная оценка качества» продолжается. Подобные проверки Общероссийский народный фронт проведет во всех медучреждениях Архангельска. Екатерина Исакова, Михаил Меньшенин, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. По морю готовится отметить 75-летие Соловецкой школы ЮНК. Юбилейные мероприятия начнутся уже завтра на Соловецких островах в Архангельске и Северодвинске. В торжествах примут участие 19 ветеранов ЮНК из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Костромской, Свердловской областей, Пермского края и Латвии. И, конечно, нашего региона. В числе 300 выпускников Соловецкой школы ЮНК, уроженцев Архангельской области, житель Красноборска Юрий Шестаков. В год 75-летия школы ЮНКОШЕЙ он отметил свой 90-й день рождения. Аж мазки сломали, так отплясывали под гармошку. Вспоминает Юрий Павлович недавнее празднование своего 90-го дня рождения. Сила духа и любовь к жизни у ветерана с флота, которому он отдал 7 лет. А началось все в Соловецкой школе ЮНК. В 44-м году Шестакову было всего 15. При распределении он попал в торпедные электрики. Сначала комиссия. Уже не спрашивали. Даже в военное время было. Надо, значит, надо. Будущего торпедного электрика сразу перевели в Кремль. Несколько месяцев новобранец жил в монашеской келье, которая располагалась в центральной части главных ворот Соловецкого монастыря. Спустя полгода представилась возможность пойти по стопам отца-телеграфиста. Зимой 1944-го молодой ЮНКОШЕЙ принял предложение стать радистом. Интересно то, что, значит, отец напишет письмо, а ведь цензура была военная. А где он находится, нам интересно знать, да. Так он, значит, там делает ротчерки, напишет морзянкой город. И мы уже были спокойны, что отец там-то. Как точки и тире складываются в буквы, 90-летний ветеран помнит до сих пор. С юбилея Мархангельского власти. Вместе с архангелогородцем Александром Спиридоновым Юрий Павлович служил на линкордах Новороссийск, Архангельск. Последний корабль был штабным. Во время учений открывалось до 12 радиовахт. С самолетами, с торпедными катерами, с подлодками, в общем, со всеми кораблями, береговыми этими самыми радиоцентрами. Радиоцентрами были, значит, Полярный, Вайнга, Архангельск, Черный Яр, с Черным Яром, тоже, значит, на Новой Земле, в общем, с центрами. Это все велась радиоцвязь. Победный май юнка встретила на Соловках. После войны, за годы службы на флоте, корабельный радист Юрий Шестаков побывал на Гибралтаре, в Италии, Германии, Норвегии и Англии. Участвовал в восстановлении знаменитого линкорна «Новороссийск», который впоследствии был переоборудован в штаб эскадры боевых кораблей Черноморского флота. После демобилизации в 1951 году Юрий Павлович вернулся на родину. На гражданке он тоже был радистом в авиалесоохране. Соловецкую школу «Юнг» прошли три жителя Красноборского района. До ее 75-летнего юбилея дожил лишь Юрий Шестаков. На Соловки в этом году он не полетел. Будет следить за юбилейными торжествами по телевизору. Елена Кермич, Алексей Вачик, Архангельское телевидение, Красноборский район. В Архангельске завершился чемпионат области по стритболу. За победу боролись 8 мужских и 4 женских команды из областного центра, Северодвинска и Новодвинска. За стритбольными баталиями наблюдал Вадим Федосеев. Музыка хип-хопа здесь только приветствуется. Ведь это не профессиональный баскетбол, а стритбол. Здесь улица диктует свои правила игры. В каждой дружине по три человека. Вместо двух корзин одна. И если в баскетболе победа часто зависит от физических данных члена команды, То в стритболе главная техника игры. Физически более слабая стритбольная команда может победить соперника, Применяя свои уникальные тактические приемы. Игра в стритбол, она такая непредсказуемая, что может победить каждый. Это зависит от настроя команды. Очень много движений и очень, как сказать, игра на одно кольцо. Как бы переход одно действие к другому резкий. Как бы можно пропустить много трехочковых и уже тяжело догнать по игре. Участие в стритбольных сражениях на площадке стадиона Труд приняли мужчины и женщины старше 18 лет. Это команды из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Среди молодежи, как бы, он летом очень популярен. Потому что сезоны заканчиваются классического баскетбола. И люди выходят на улицу. И благо, что благодаря тем площадкам, которые организовались и построились, А так по городу люди играют вокруг школ. И есть спортивные площадки, которые позволяют играть стритбол. С бешеным темпом игры стритбола забросить мяч в кольцо непросто. Поэтому проигравших в турнире было много. Но участники не расстраивались и до самого конца сохраняли победный настрой. Настрой всегда боевой. Это самое главное. Против своих, конечно, не хочется играть. Это немножко печально. Но очень отрадно, что принимать в части много команд всегда. В итоге первое место среди женских команд заняли подружки из города Архангельска. Золото у мужчин взяли севродвинцы из команды Вальяжный Пет. Вадим Федосеев, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Я не прощаюсь и жду вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова